Программа в теме. Журналисты Радио ЗФМ о людях, событиях и фактах. История индустриальных парков начинается с 1896 года, когда в Британии, в городе Манчестере, появился первый в мире индустриальный парк. На участке площадью свыше 1200 гектар английский финансист Эрнест Терра Холли организовал Трефорд Парк Эстейс ЛТД. Несмотря на то, что Манчестер в то время был центром текстильной промышленности, текстилем занимались только в центральной части города. А площади Трефорд Парка Эрнест Холли стал сдавать под самые разные направления производств. На территории разместились предприятия автопрома, электротехники и даже бисквитные фабрики. Через три года на территории индустриального парка родилась первая американская компания. А в 1910-м Генри Форд, создатель Ford Motor Company, разместил здесь свой первый автомобильный завод за пределами США. Друзья, это проект в теме. Меня зовут Елена Орлова. И, как вы уже догадались, мы говорим сегодня об индустриальных парках, а точнее о парке Великий Камень. Итак, индустриальный парк Великий Камень – это новая высокотехнологичная международная площадка для ведения бизнеса, которая находится в 25 километрах от Минска с современной промышленной архитектурой, доступной инфраструктурой и экологическими решениями. Сегодня у нас в гостях в студии Ольга Рудая, пресс-сектор администрации Китайской Белорусского индустриального парка Великий Камень. Ольга, добрый день. Добрый день. Можно задавать вопросы, высказывать свое мнение при помощи мессенджера Телеграм. В поиске пишите слитно, без пробелов, Радиус ФМ, либо нажимайте на символ Телеграм на сайте radiosfm.by. В соцсети ВКонтакте можно найти группу проекта в теме и оставить комментарии под анонсом этой передачи. И смотрите прямую видеотрансляцию на нашем Ютубе. Ссылки еще также на сайте radiosfm.by. Итак, Ольга, чем отличается Китайский Белорусский индустриальный парк от других особых экономических зон, и в чем могут быть его преимущества для инвесторов? Сейчас мы говорим не только про зарубежных, но, естественно, и про наших белорусских. Я, прежде всего, хотела бы отметить, что очень символично, что мы говорим о парке именно сегодня, потому что завтра отмечается знаменательная дата, это 30-летие дипломатических отношений между нашими странами. Забегайте вы, Ольга, вперед, хотели во второй части уже красиво, но давайте говорите. Давайте начнем, наверное, с главного, что все-таки это знаменательная дата для наших стран. И поэтому, конечно, символично, что мы говорим о парке сегодня, в преддверии этой знаменательной даты. Ведь это действительно крупнейший проект в Белоруссии и Китае. Что касается отличий, то индустриальный парк создавался с нуля, то есть все строилось по системе Greenfield. Сейчас мы предлагаем нашим инвесторам полностью готовые участки с полностью готовой инфраструктурой. Это электричество, интернет, водоснабжение, газоснабжение. А также мы предлагаем типовые производственные корпуса. Это готовые здания, где инвестор или резидент может арендовать помещение и дать быстрый старт своему проекту. И еще одно важное отличие, которого, наверное, нет нигде больше в Беларуси, это принцип обслуживания наших резидентов-инвесторов. Он называется «Одна станция». Звучит очень похоже, как на наше привычное всем одно окно, но на самом деле отличия есть. Они заключаются в том, что администрация парка и государственные органы прямо на месте в индустриальном парке оказывают все административные процедуры и услуги. Ехать в Минск не надо, все доступно у нас. То есть практически все решается, действительно, достаточно в сжатые сроки? Да, сроки сжатые. Итак, сколько резидентов парк насчитывает сегодня? Вот у нас уже на кону январь 2022 года. Сегодня у нас 85 резидентов из 15 стран. География достаточно широкая. Это Беларусь, это Китай, это наши страны Европейского Союза, Швейцария и многие другие. Используется ли международный опыт развития индустриального парка, учитывая, что в принципе уже партнеры зачастую это представители Китая? Вы как раз сказали вот то, что я как раз сама собиралась сказать о том, что парк наш в самом названии заложен на то, что он китайско-белорусский. Очень многое мы заимствовали из опыта китайских индустриальных зон, потому что в свое время на заре политики реформы открытости, я думаю, многие об этом слышали и знают, индустриальные зоны были драйвером роста для Китая, привлечением иностранного капитала, иностранных инвестиций. И поэтому, конечно, многое мы заимствовали у нас. Вот я только что говорила о принципе обслуживания одностанции, это тоже по образцу китайских индустриальных парков, в частности нашего побратима, китайско-сингапурского парка в городе Суджоу. Как в целом оценивается работа парка «Великий камень» в 2021 году? Потому что в начале года всегда делаются какие-то зазоры, планы на будущий год, и, естественно, хотят люди немножечко подвести черту. Как же прошел? Успешно, неуспешно? Что можно доработать? Безусловно, всегда есть к чему стремиться, но мы все понимаем, что есть влияние объективного фактора пандемии. Она повлияла на работу всего бизнеса, на мировую деловую активность, в том числе на индустриальный парк. Особенно мы это ощутили в 2020 году, когда и резидентов было зарегистрировано немногим меньше. Но уже могу сказать, что по итогам 2021 года их экономическая активность восстанавливается. В 2,5 раза по итогам 9 месяцев вырос объем производства, на 17% за этот же период вырос экспорт, и по другим показателям также отмечается рост. В числе приоритетов и привлечения якорных инвесторов в целом в среднесрочной перспективе число резидентов парка должно вырасти вдвое? Какие ставят себе планы руководства? Ключевые показатели нашего развития парка до 2025 года были установлены директивой президента номер 9, подписанной в декабре. И действительно, речь идет о том, что мы должны привлечь около пяти якорных компаний, и менее пяти якорных компаний в индустриальный парк с объемом инвестиций 50 миллионов и больше. О таком же количестве идет речь и в области традиционной китайской медицины. К слову, это совсем новое для нас направление. В 2021 году у нас был зарегистрирован первый резидент в этой области, и, конечно, мы рассчитываем на то, что их количество будет расти, потому что эта область очень перспективная и востребованная. И также, согласно директиве номер 9, количество резидентов по сравнению с нынешним вырастет вдвое до 170 компаний, как вы правильно отметили. Кто из резидентов выкупает земли индустриального парка? Как правило, это резиденты из Европейского Союза, это наш американский резидент. Китайские компании предпочитают брать землю в аренду. Такую опцию мы тоже предоставляем. К слову... На сколько лет? На 99 лет. По законодательству Белоруссии это получается 99 лет. Это, скажем так, льготная политика индустриального парка. Наш парк – это единственная территория, где можно приобрести землю в частную собственность, либо, опять-таки, как я уже упомянула, арендовать земельный участок. Сколько видов продукции выпускается с надписью «Сделано в Великом Камне»? Вы вообще гордитесь, когда вот видите такие лейблы, либо нет? Ну, безусловно, парк и его деятельность для нас всегда повод для гордости. Всегда мы стремимся к тому, чтобы достигать все лучших и лучших результатов. И у нас в настоящее время работают 37 компаний. Это и производственные предприятия, на заводе среди них самое крупное. Это совместные проекты с Минским автомобильным заводом «Мазвый чай» и «Фастмаз», которые выпускают двигатели внутреннего сгорания, коробки передач. «Зумлёвый Беларус», который производит строительную технику. И также многие другие. И, конечно, всегда есть поводы для гордости за деятельность наших предприятий. Если говорить про рынки сбыта, рынки продаж, можете ли обозначить географию? В настоящее время резиденты парка экспортируют продукцию в 20 стран. В топе стран назову Россию, Китай, Швейцарию. Успешные стартапы, которые у вас, скажем так, зарекомендовали себя хорошо в 2021 году, потому что в 2020 году вы уже говорили, что стартапов не было ещё. Да, такую опцию нам предоставило новое законодательство об индустриальном парке. В июне был подписан указ главы государства, а в сентябре он вступил в силу. И одна из его инноваций – это поддержка инновационных проектов, то есть стартапов. Такой статус могут получить вот такие молодые проекты. Затем они могут начать с работы в индустриальном парке, и на первые два года им предоставляются такие же льготы, как и нашим резидентам. Это сделается для того, чтобы поддержать такие проекты, дать им старт и дать им возможность развиться в полноценное предприятие. Сейчас у нас зарегистрировано три стартапа, три субъекта инновационной деятельности индустриального парка. Они работают в таких сферах, как электроника, электронная коммерция и других. И вопрос, который хотелось бы уже, чтобы был завершающий в этой части нашей программы. Какие есть льготы для тех резидентов, которые приходят в парк Великий Камень? Набор льгот, он достаточно широк. Это налоговые льготы прежде всего. Отсутствие налога на недвижимость, отсутствие налога на землю. Также это ряд таможенных упрощений. Дорогие друзья, напоминаю, что задавать вопросы и высказывать свое мнение можно при помощи мессенджера Телеграм. В поиске пишите слитно без пробелов Радиус ФМ, либо нажимайте на символ Телеграм на сайте Радиус ФМ Биуай. В сети ВКонтакте можно найти группу проектов темы и оставить комментарии под анонсом этой передачи. И смотрите прямо сейчас прямую видеотрансляцию на нашем Ютуб-канале. Ссылки ищите также на сайте Радиус ФМ. Биуай. Напоминаю, что сегодня у нас в студии Ольга Рудая, пресс-секретарь администрации Китайской Белорусского индустриального парка Великий Камень. Мы скоро вернемся. Ты слушаешь программу «В теме». Журналисты Радиус ФМ о людях, событиях и фактах. В этом году наша страна отмещает 30-летие со дня установления дипотношений с КНР. За столь короткий период Китай стал для Беларуси надежным торговым партнером и важным союзником, инвестирующим средства в развитие нашей экономики. Совместный проект двух стран – индустриальный парк «Великий Камень». Это яркое тому подтверждение. Итак, в прошлом году, несмотря на сложности, связанные с пандемией и непредсказуемостью геополитической повестки, индустриальный парк создавал особые условия для работы своих резидентов. Это проект теми. Меня зовут Елена Орлова. А сегодня у нас в студии Ольга Рудая, пресс-секретарь администрации Китайской Белорусского индустриального парка «Великий Камень». Задавать вопросы и высказывать свое мнение можно при помощи мессенджера Телеграм. В ПСК набираете слит на без пробелов «Радиус.фм» либо нажимаете на символ Телеграм на сайте «Радиус.фм.би». В сети ВКонтакте можно найти группу проекта в теме и оставить комментарии под анонсом этой передачи. И смотрите прямую видеотрансляцию на нашем YouTube-канале. Ссылки ищите также на сайте «Радиус.фм.би». Итак, Ольга, планы на 2022 год. Я так понимаю, что, наверное, продолжится и освоение территории индустриального парка, потому что до полного заселения еще, что называется, время есть. Да, безусловно. Территория у нас действительно очень обширная. Она по новому указу расширилась до 117, практически 118 квадратных километров. Поэтому, безусловно, мы будем продолжать ее осваивать. В первую очередь уже освоена, построена инженерно-транспортная инфраструктура. И дальше мы будем двигаться в этом направлении. И, конечно, среди наших планов это новые резиденты, привлечение новых компаний. Широкие возможности для этого открывает, как я уже говорила, новое законодательство, указ принятый в прошлом году. А также мы продолжим, новые резиденты парка будут приступать к деятельности. Мы ожидаем, что начнется производство продукции нашего белорусского резидента, который выпускает автомобильные стекла для всех видов транспорта, инновационной печатной продукции. К производству приступит еще один завод, который выпускает востребованную сейчас медицинскую продукцию. Он будет производить оборудование и медицинские изделия для операционных. И также мы планируем, что в этом году на территории парка пройдет крупное мероприятие. Это Белагра. Мы уже принимали эту масштабную выставку в 2021 году. И ожидаем, что она снова пройдет на территории индустриального парка в июне. Это прекрасная возможность не только увидеть новинки в области нашего сельского хозяйства и достижения, но и познакомиться с индустриальным парком. В частности, вот в прошлом году на Белагра работал электробус, и все желающие могли проехать по территории парка, увидеть, что у нас построено и что уже сделано. Ольга, а вообще какова процедура регистрации коммерческой организации на территории индустриального парка? Вы говорили про то, что есть всевозможные льготы. Вы говорили про то, что есть как бы функции одного окна, да? Вообще процедура длительная, тяжелая, либо все достаточно просто? Как раз таки все делается в сжатые сроки, предоставляется необходимый пакет документов, и регистрация компании осуществляется в течение менее одного дня, я бы сказала. То есть мы сделали все для того, чтобы... В каком-то смысле да, потому что индустриальный парк – это площадка для апробации всех новаций и различных новейших практик, и одна станция, безусловно, является одной из них. И благодаря этому у нас есть возможность осуществлять все административные процедуры и оказывать услуги в максимально сжатые сроки, для того, чтобы это было удобно компаниям, и они могли решать свои вопросы максимально эффективно. Каким критерием должен соответствовать инвестор, который готов прийти? Это, безусловно, соответствие основным направлениям деятельности парка. Это, я обозначу их коротко, это машиностроение, электроника, хранение, обработка больших объемов данных, фармацевтика, тонкая химия. Но также со вступлением в силу указа к нам добавились новые направления. Это биофармацевтика, лабораторная диагностика, производство медицинской продукции. Второй критерий – это объем инвестиций. Это 500 тысяч долларов. Если предполагается реализация научно-исследовательского проекта, или проект будет реализован в первые три года. Если же эти сроки больше, то тогда это 5 миллионов долларов. Информации о парке вообще достаточно? Где можно узнать новости о деятельности парка «Великий камень», о том, как можно прийти работать, и вообще, есть ли какая-то информация в открытом доступе, чтобы каждый желающий мог ознакомиться? Есть наш сайт индустриального парка «industrialpark.by». Там достаточно подробно представлена вся информация о деятельности парка, о его развитии, о каких-то ключевых визитах, об основных наших событиях. Можно узнать на сайте. Также мы широко представлены в социальных сетях. То есть тоже можно воспользоваться этой опцией. Хорошо. А как вы продвигаете деятельность парка за рубежом? Не на территории Беларуси, да? А вот как рассказать инвесторам потенциальным? Как рассказать людям о том, что вот уже созданы условия, только приходите? Мы регулярно проводим презентации. Конечно, сейчас ввиду пандемии их количество сократилось. Но до пандемии на период, конечно, мы представляли парк достаточно широко на различных площадках в различных странах. Но также вот парк был представлен на Белорусском инвестиционном форуме. Он состоялся в ноябре в рамках Экспо-2020. Там мы рассказали инвесторам о возможностях, которые предоставляет индустриальный парк. Аналогичное мероприятие прошло для представителей дипломатических миссий Москве в декабре. Мы стараемся использовать эти возможности и надеемся, что пандемия завершится, и мы сможем вновь использовать их достаточно широко. Ольга, Великий Камень, получается, что это место не только для работы, но еще и для жизни. Потому что все, кто проезжал мимо, либо же уже даже некоторые, я знаю, что и погуляли на территории вашего парка, территория абсолютно открыта, ничем не огорожена. Это тоже, кстати, наверное, большой плюс, потому что хотите, пожалуйста, ознакомьтесь, что называется. Инфраструктура постоянно развивается. Как вообще сегодня живется в индустриальном парке? Живется, я бы сказала, что хорошо. Мы, конечно, еще в самом начале пути, и жилищную застройку мы будем развивать. Но действительно, у нас уже построен первый жилой дом на территории парка на 156 квартир. Это арендное жилье, где могут сотрудники парка, администрации, компании по развитию индустриального парка, наших резидентов арендовать комфортабельную квартиру. На первом этаже жилого дома расположены основные объекты инфраструктуры социальной. Это отделение почты, это медицинский пункт. Есть небольшой магазин. Мы в дальнейшем также будем развивать это направление. Планируется строительство еще одного жилого дома. Проект его уже подготовлен. Ну и, конечно, наверное, любой город. А Великий Камень – это город-спутник. Для этого все условия у нас есть. Его сложно представить без объектов социальной инфраструктуры. Такие тоже будут на нас строиться на территории парка. У нас уже подготовлены проекты школы, детского садика. А как транспортное сообщение налажено? Потому что все-таки 25 километров от Минска. Мало ли какие-то дела из столицы? Для этого у нас предусмотрены автобусные маршруты, которые связывают город Минск и индустриальный парк до станции метро Могилевская. Можно доехать менее чем за полчаса. И также есть еще маршрутное такси, которое идет из Борисова, также через Минск до индустриального парка. И также из Жодина прилегает маршрут. То есть на маршрутном такси... То есть если вы захотите добраться без автомобиля, никаких проблем не возникнет? Ну, путь не близкий, но мы транспортное сообщение планируем развивать и в дальнейшем. Наверняка вы слышали о том, и наши слушатели, что планируется строительство высокоскоростной железной дороги, которая... Вы же про нее рассказывали у себя в программе. Замечательно. Планируется строительство этой дороги, которая будет связывать город Минск и аэропорт. И предусмотрена остановка в индустриальном парке. То есть таким образом с ее строительством, с ее появлением время до пути до Великого Камня еще больше сократится. Ольга, так интересно рассказывать, хотя время нашей программы уже подходит к завершению. И все-таки кого не хватает из резидентов в Великом Камне на сегодняшний день? Кого бы вы хотели видеть и руководство парка в своих рядах? Ну, мы открыты ко всем проектам. Ко всем проектам, которые, как я уже говорила, соответствуют нашим основным направлениям, которые видят для себя перспективы. Для этого у нас есть все условия, поэтому мы приглашаем компанию инвестировать в индустриальный парк, открывать там свой бизнес и вести деятельность. Что ж, на этих прекрасных словах, как вы уже пригласили, что называется, двери ваши открыты. Поэтому не только стоит дополнить, что сегодня у нас в студии была Ольга Рудая, пресс-секретарь администрации Китайского и Белорусского индустриального парка «Великий Камень». А программу подготовила и провела для вас Елена Орлова. Запись этой программы будет доступна для просмотра и прослушивания на нашем сайте радиосфм.бивай, чтобы первыми узнавать о том, кто еще придет к нам в эфир и задавать вопросы нашим гостям, подписывайся на группу проектов «Теми» в соцсети ВКонтакте. Всем спасибо за внимание и пока.